Есть ли точка невозврата? Точка невозврата происходит каждый день. Скачок цифровизации. И это важно понять. То есть, точка невозврата уже пройдена. Получается очень глупая схема. Прогресса ради прогресса не бывает. Прогресс всегда ради чего-то. Прогресс начался, когда появилась письменность. Это ведь тоже туда же, сказал нам режиссер. И после этого появилась картинка, на которой вы видите Руслана Орехова, Михаила Помидорова и, собственно, самого режиссера Игоря Борисовича. Да, Игорь Борисович, сейчас будет эфир, после которого наши зрители уже не будут прежними. Вернее, мы хотим, чтобы они стали прежними, но они не будут. Да, точка, точка. Знаешь, каждый раз хочется пройти какой-то рубеж. Есть люди, которые занимаются этим профессионально. Например, спортсмены. Они постоянно себе ставят какие-то рубежи, которые, в принципе, они должны покорить. Пройти через этот рубеж. Это тоже своего рода какая-то точка невозврата. Почему? Потому что в этот момент все, что было вчера, это становится историей. Теперь у него другие гонорары, теперь у него другая, как бы, жизнь. Теперь он не может говорить так, как это было вчера. Ну, это также и проблемы. Почему? Потому что он вынужден ставить перед собой какие-то новые рубежи, чтобы снова пройти некую точку невозврата. Игорь Борисович, нам еще в мае Всемирная организация здравоохранения сказала, что жизнь не будет прежней. И мы даже летом проводили круглый стол. Ну, в целом, меня немножко смутила вот такая постановка вопроса, что если мы видим какое-то затруднение в настоящем, то это с необходимостью требует от нас, чтобы мы выжелали прошлого и возвращения в прошлое. Это, в общем-то, далеко не единственная альтернатива. Скажем, история развития человечества предоставляет нам два ключевых сюжета, как может повести себя человек или еще группа человеков, человеческая группа в условиях некоторого недовольства настоящего. Вот античность, например, античная эпоха дохристианства, она вдохновлялась примерно таким идеалом, который вы сейчас озвучили. И как раз к этому я немножечко и улыбнулась, потому что такая вот неожиданно архаическая нота прозвучала. Вот дохристианства рассуждали примерно так. Вот была такая история Песиот, которого, наверное, все хорошо знают, и он рассказывал о Золотом веке. И, в принципе, рассказывал так, что любое развитие, оно всегда движется от лучшего к худшему. Никакого другого движения, кроме как регрессивного, быть не может. То есть любое, так сказать, любое вновь возникающее событие, оно всегда на несколько параметров хуже любого предшествующего. И поэтому люди, которые в такой как бы в Азии истории пребывают, они ощущают всегда некоторую ностальгию. То есть правильное, так сказать, переживание настоящего и предвосхищение будущего. И воспоминания о прошлом – это ностальгия о минувших днях и, так сказать, содрогание перед надвигающимся ведущим. Извините, что перебиваю, но тем не менее, смотрите, но когда это все такой закономерный процесс, даже если мы примем, что это все правда, но тогда все нормально. Мы просто знаем, что завтра будет хуже, чем вчера, послезавтра хуже, чем завтра и так далее, и так далее, и так далее, послезавтра, извините. А здесь речь идет о том, что что-то изменилось настолько, что уже это, в общем, все, что было вчера, это уже вообще не имеет к нам никакого отношения. А оценки этого хуже или лучше? Это уже, в общем-то, вопрос, да, в дело вкуса, по большому счету. Просто другое все. Да, все правильно. Поэтому-то скорее мы сейчас рассуждаем не так, как рассуждали древние греки, а мы рассуждаем скорее так, как научила нас рассуждать постхристианская эпоха, развитие, по крайней мере, европейской культуры, а именно тогда появилось представление о прогрессе. То есть как раз представление об истории стало сугубо прогрессивным. И скорее стали думать, что несмотря на какие-то временные трудности, в целом, так сказать, если посмотреть в сколько-нибудь долгосрочной перспективе, не в краткосрочном периоде, а в долгосрочном, то мы всегда увидим некоторые изменения к лучшим. Другое дело, что находясь настоящим, это очень по-христиански звучащий сюжет, потому что люди могут быть недовольны, находясь, например, внутри определенной веры, они могут быть недовольны настоящим, и тогда им говорят, что... Хорошо, спасибо, спасибо, Диана Эдиковна. Но вот все-таки мы, как всегда, считаем, и то, о чем говорит Игорь Борисович, как мне кажется, это то, что у нас сейчас... На самом деле, Игорь Борисович, я на самом деле только лишний раз убеждаюсь в том, что, скорее всего, наверное, я все-таки прав. Потому что отовсюду... Осталось только понять, в чем, да. Вы архаический, докристианский тип. Да, архаический. А тогда мы все такие, тогда у нас телевидение такое. Потому что в моей голове сейчас живут только герои из прошлого, которые, между прочим, наши многие телевизионные ведущие оперируют с утра до вечера. Вопрос, почему? А, ну... Значит, да, и у меня остается вопрос, минуточку. А мы что хотим увидеть в будущем? Костюм, в котором ты выходишь на эфир каждый день без фамилии, скажем так. Ладно. Что-то такое наболевшая нотка. Да, наболевшая. Алексей Алексеевич, пожалуйста. Очень просто. Вы думаете о героях прошлого, потому что это ваши герои. А дети будут думать о вас. Мне их навязывают, Алексей Алексеевич. Мне их навязывают. Хорошо, это без проблем вообще. А дети будут думать о вас, как о герое, для себя. Понимаете? В том-то и трюк истории, исторического прогресса, как наша дорогая дама сказала, он состоит в том, что она повторяется каждый момент нашей жизни. Извините за такую банальность. Вы поставили проблему. Есть ли точка невозврата? Точка невозврата происходит каждый день, когда вы покидаете свою теплую, уютную постель, идете на кухню, потом едете на работу и так далее. Вот когда вы покинули постель, точка невозврата пройдена. Нет, он же вечером вернется. Он знает, что это постель. Это уже будет другая постель, на секундочку. Ну, дайте войти в одну реку. Он не такой. Я именно о речке. Да, пожалуйста. Есть большая проблема. Почему мы смотрим, вот мы вроде бы идем вперед, а смотрим в прошлое. На мой взгляд, это все становится из-за того, что не успевает устаканиться наша действительность. Настолько все быстро меняется в этом современном мире, что мы развиваемся не для того, чтобы развиться, а просто прогресс ради прогресса. Получается очень глупая схема, поэтому мы возвращаемся к прошлому. И, на мой взгляд, единственный выход из этой всей ситуации, это сделать какой-то определенный базис, над которым будет настраиваться что-то новое. Вот об этом речь идет. Но где этот базис? Нет, речь идет о том, что базиса... Он существует вне нашего ощущения. Он существует просто. Его не надо создавать. Что-то есть незыблемое. Конечно. Что? Сейчас, стоп, секунду. Вот это вот, это ведь надо оставить на сладкое. Да, мы в данный момент времени с нашей памятью, потому что каждый из нас есть носитель памяти о прошлом, и он его хранитель одновременно. Ладно. Михаил Владимирович, ваш ход. Ну, мне кажется, есть действительно регресс. Вот у меня есть такая, как бы сказать, версия своя. Вот представьте себе, Михаил, если бы я вас попросил описать там в ваших родителей или в вашу девушку, вы бы словесно ее описали примерно за минуту. А письменно это бы у вас заняло примерно 5 минут. А если бы вы могли бы пользоваться телепатией, вы бы мысли, образ не передали за доли секунды. Я бы считал. То есть нам говорят так, что прогресс начался, когда появилась письменность. То есть мы стали передавать знания. Но если бы мы, как говорил Вернадский, подключались к новосфере, исчитывали бы это все, мы бы это делали в момент. То есть представьте себе, что сначала у человечества была телепатия, потом человечество этот дар утеряло, появилась речь, речи не хватало, появилась письменность. Но мы регрессируем. То есть вот он регресс. То есть машины, технологии, цифровизации, это очередной. Это если допустить, что была телепатия. Развитие? Это если допустим. Вы сказали, путь все-таки развития. Сейчас я объясню. Есть несколько путей. Давайте так. Есть условно-духовный путь развития, есть технократический. То есть если нам сейчас, например, допустим, мы с вами на равных, мне, например, вживили чип, а вам нет. Я подключаюсь в момент интернета, я вас буду и куда-то считывать знания. У меня будет возможность быстрее делать какие-то операции, то я вас обгоню. Вас заставит вообще ситуация тоже подключить этот чип. Это о чем писал, например, тот же Никитин, трансгуманизм. То есть мы идем к трансгуманизму. Сейчас вот точка невозврата, на мой взгляд, это огромное ускорение, скачок цифровизации. И это важно понять. То есть точка невозврата уже пройдена. Я уверен в этом, что мы идем в цифровизацию. Сейчас, сейчас, Алексей Алексеевич. Вадим, пожалуйста. Возвращаясь к точке невозврата, можно сказать, что в действительности их было много. То есть однажды мы перескочили с паровой энергии на электрическую, до этого с механической на паровую и так далее, и так далее, и так далее. Прогресса ради прогресса не бывает. Прогресс всегда ради чего-то. Поскольку мы живем в мире победившего капитализма, то у нас прогресс ради прибыли. И, соответственно, любое изменение в технике, которое происходит, оно происходит для того, чтобы люди получали следующую прибыль, как сейчас. Например, изобретение цифровизации дает возможность людям, во-первых, зарабатывать, во-вторых, менять общество для того, чтобы еще больше зарабатывать. Ну, это нормально. А вы считаете, что в мире капитализма есть какая-то другая цель? Ну, изложительнее ее. В мире капитализма, может быть, нет в классическом мире. А вы где же вече-то? Мы не женем в классическом капитализме уже давно. Ну, давайте, смотрите, что власть важнее, вот мы говорим, можно сегодня говорить о политике, власть важнее денег. То есть, власть, она может... Это спорное утверждение. Ну, кто-то больше кайфа ловит от вас. Ну, а повернуть вы его не можете, пока. Безусловно. Спорное. Хорошо. Потому что точки невозврата образуют линию, вдоль которой мы идем, понимаете? Поэтому я не могу опровергнуть то, что говорит... Давайте посмотрим, как бизнесмены хотят приблизиться к власти. И мы сразу поймем, кто и что главнее. Трамп, например. Уж как близко приблизился к власти. Но это бизнесмен, который... А можно неожиданный вопрос? В 17-м году это была точка невозврата? Какого века? Прошлого, Алексей Алексеевич. А, прошлого века. Хорошо. Почему? Это был, на самом деле, прогресс, скачок. Хорошо. И вся история социальности. Да, в 91-м, что так. То есть, если мы говорим о том, что точка невозврата, она действительно... Это истина. То есть, невозврата, то есть, обратно вернуться нельзя. Не впутывайте сюда истину, мы подеремся просто. Нет, хорошо. И все-таки эти 70 лет, это что тогда было? Это стоило для того, чтобы вернуться обратно к постулатам, которые были до 17-го года? Вот это эксплуатация, капитализация. Нет, 70 лет это был эксперимент. Точно. Над нами самими, сделаны нашими же руками. Это уникальная, на самом деле, в человеческой истории возможность, которая нам была дадена. Она расширила наши способности воспринимать. Мы сейчас это демонстрируем. Расширила? Конечно, расширила. А вы думали, отсутствие колбасы, наоборот, нас прибило и сузило? Я еще добавлю, это сродни как раз Моисею, который водил 40 лет по пустыне евреев. То есть, переделал ментальность. Вообще, выдавить раба из крови. У нас другой эксперимент был, но это тоже эксперимент. Вы сказали, мы сами его сделали. Конечно. Но это регулярно происходит. Значит, произойдет и снова. Возможно, в будущем, если будет такая идея. Просто мысли. Вы знаете, да, ну, человек, социум, безусловно, поменялся. Мышление и так далее. Но говоря вот эту мою идею о том, что когда мы смотрим в будущее, мы заглядываем, мы хотим увидеть то, что было вчера. Но это тоже где-то так. Потому что на кухне, я помню эту кухню, я лишился Советского Союза где-то в 21 год, поэтому я еще там что-то помню. Но все рассуждали о том, что на земле должен быть хозяин. Все рассуждали, вот как это было при царе, вот если бы не это, если бы не то. То есть, другими словами, ну, будущего никто не видел. Хотели что-то вернуть обратно. Ну, не путайте ностальгию с планами на будущее. Не, минуточку. Ностальгии у моих родителей не было, потому что они при царе не жили. Поэтому дело не в этом. Они в лучшем случае при Сталине. Там может быть другая. Просто их будущее, их будущее, вот тогда, в преддверии 91-го года, будущее, это было то, что уже было здесь, в нашей стране. Чего надо было бы вернуть, понимаете. Хорошо, ладно. На самом деле, мы же говорим об ошибках. Мы очень плавно подойдем об ошибках или не ошибках, которые мы сегодня совершаем. Мы очень боимся вот ту вот точку невозврата, потому что, ну, после уже нельзя будет ничего починить. Ладно, хорошо. Ну, ведь вся история, она через какие-то циклы. Там, мы вспомнили 17-й год, а до этого было татаро-монгольское игое, которое развернуло всю Россию совершенно в другую сторону. А в Америку приплыл Колумб, и это была точка невозврата для... Кто вам это сказал, что развернуло Россию в какую-то другую сторону? Давайте, ну, если не это событие, то было... И теперь у нас есть Илфыбзе. Сейчас, подождите, ну, подождите. Ну, подождите, ну, подождите, ну, подождите. Электронное голосование. Сейчас, секунду, ну, ладно, либо мы шутим, либо мы разговариваем серьезно. Я вот вам скажу. Лучше все-таки шут, пожалуйста. Сейчас, не, подождите, сейчас я доформулирую все-таки, коллеги, ведь они же такие остроумные. Вот, смотрите, какой момент. Неважно, придираться к конкретным событиям и их оценкам можно, но ясно, что всегда есть события, которые меняют историю страны, историю конкретного человека, историю, там, я не знаю, техники какой-то и так далее, и тому подобное. И весь вопрос только в том, как человек, который входит в этот самый момент, это все воспринимает. Как некая радость, как, я не знаю, там, рабочие какие-нибудь петроградские, или как полный вот этот вот абзац, как те же самые, не знаю. Те же самые рабочие, только сто лет спустя. Сто лет спустя, пожалуйста, да. Вот любое событие, оно заставляет человека приспосабливаться, то есть это что-то же новое, и ты в этом изменении начинаешь тонуть. Вот любое, возьмите обновление в телефонах, которое происходит каждый день, к нему привыкнуть надо будет, голова просто лопается от этого всего. А это большие события, о них нельзя так говорить, потому что, естественно, они меняли историю, естественно, они будут менять ее в лучшую сторону, потому что любой эксперимент, какой бы он ни был бы, вообще везде, он чему-то учит, может быть, даже не нас, а других людей. То есть это в любом случае прогресс. Просто эти большие изменения, они постоянно оставляют думать, что все меняются. А что такое прогресс или регресс, у всех есть, с точки зрения она единая? Вот, как вы думаете? Она не может быть единая. А тогда о чем мы говорим? Дело в том, что под прогрессом мы понимаем усложнение системы. И считается, что чем сложнее система, тем это прогрессивнее, тем это привлекательнее, тем это соответствует нашему... С точки фундаментальной эволюции. Мы привели, да, очень хороший пример с чипом, который вживлен в голову, который на самом деле является контрпримером, потому что ваш чип позволяет вам не получать знания, он позволяет вам получать информацию, которую еще необходимо обработать для того, чтобы конкурировать с тем человеком, у которого чипов в башке нет. Я согласен. И человек, который вырос на библиотеках, на отсутствие интернета и так далее, его мозг гораздо более приспособлен для того, чтобы формировать контент таким образом, чтобы никакой точки невозврата даже мысли не было, понимаете? Он просто двигается и развивается. А чип в вашей голове, извините, я не к вас имею в виду, а просто чипов в голове, он наоборот способствует тому, что ваш мозг перестает работать, потому что он не тренируется, понимаете? Где здесь развитие? Здесь совершенно деградация. У вас чипофобия? Я заметил в этой речи действительно одну интересную вещь, что точка невозврата – это экстренная, это кризисная ситуация. Конечно. То есть это может… Мы не говорим о нормальном развитии, мы говорим о точках невозврата, о красных чертах. Но это, в принципе, стилистика нашего рассуждения. Давайте философам. Да, и нашего разговора – это в порядке вещей. Хотя хотелось бы простого движения вперед, как правильно сказал Алексей Алексеевич. Подождите, ну давайте дайте философу задать вопрос. Так я говорю, к кому обращаемся? Я хочу Диану Эдиковну, к философу. А у нас единственный философ. Да, на сегодня да. А все остальные философствующие. Философ с дипломом один. И вот этот переход количества в качество, то, что описал наш классик, вот эта диалектика. А все же это, в общем-то, так сказать, описанное явление. Но о чем мы так переживаем? Просто это лично нас коснулось. И поэтому мы ломаем копию. Но человечество переходит это каждый раз регулярно. Набралось побольше изменений. Изменилось все принципиально. Ну и слава тебе, Господи. Это был вопрос, или ты хочешь философу что-то научить? Я писал ситуацию, а вопрос, действительно ли это катастрофа? Надо воспринимать это все как катастрофу. Ну да, спасибо. Я как раз вас со вниманием слушаю. Мне хочется много всего сказать. По идее. Но в первую очередь сделать какие-то оговорки. Потому что по умолчанию, например, не очень понятно, как использовать это понятие точки невозврата. Это вот в дискуссии все используют по-разному. Кто-то по умолчанию туда закладывает негативный смысл. В принципе, это просто так к нам пришло из тех контекстов, где это стало использоваться. Это в основном используется в психологии. Ну и в различных, так скажем, науках о человеке. И там это почему-то стало связываться именно с негативной коннотацией. Причем связано это не случайно, эта коннотация возникла, а связано с тем, что вообще сам этот термин пришел в науке о человеке не из наука о человеке, а из физики. То есть из описания жизнеобъекта, если так можно сказать. И в принципе, когда мы говорим о человеческом сообществе, о человеческой природе в терминах прохождения точки невозврата, мы как бы туда вскрыто закладываем некоторую пассивность. То есть человек, предположительно, будучи свободным и актором в своей жизни, проходя точку невозврата, расписывается в том, что он уже ничего изменить не может. И в этом смысле становится пассивным, утрачивает вот эту вот зону контроля. А это всегда плохо. Обычно так мы считаем, когда говорим о человеке. Активным быть и контролировать это хорошо, а быть неактивным и терять контроль – это плохо. И именно поэтому по умолчанию именно в это понятие точки невозврата заложилась вот эта негативная характеристика. А если брать философский контекст, а не психологический, то действительно вот эту точку невозврата можно толковать широкой. Когда вы сказали, что это очень похоже на переход количественных изменений в качественных, да, в качественные, да, совершенно верно. Это очень похоже на описание любых трансформаций, оценочно-нейтральных. Мы сначала просто вообще констатируем, что реальность изменилась. А хорошо это или плохо, это нужно устанавливать отдельно, но только очень четко имея в виду критерии, по которым мы это будем устанавливать. Спасибо. Вот реальность кто изменил? Что значит она изменилась? Ну, это вот я так что-то жил, что-то так делал, и вот моя реальность изменилась. Притом либо в ту, либо в другую сторону. О, ответственная позиция. Да, но в этом кто виноват-то? Я ее не должен признать, я должен осознать. Скорее всего, если мне это нравится, то когда я правильно поступил, если мне это не нравится, где же была та черта, за которую я переступил не вовремя, понимаете, не подумав, например. Это очень сложная, если угодно, диалектика, потому что очень хочется приписать самому себе все образы изменений реальности. То есть говорить, например, я захотел, я абсолютно свободен, я захотел что-то из дела в своей жизни, и я сам изменил свою реальность. Но, например, если вы проанализируете, почему вы что-то захотели в какой-то момент, то вы вдруг увидите, что вы не понимаете, откуда у вас появилось какое-то желание. Ну ладно, я понял. Оставьте художника хоть маленький шанс думать о себе несколько больше, чем это есть на самом деле. Ладно, продолжай.